Музыка Многие годы моему христианскому пониманию я старался это место как-то вот никогда о нем не проповедовать. Я старался как-то его избегать, где-то перепрыгивать. Я даже его не читал, когда читал из 14 главы, но не как-то вот, потому что Бог есть Бог любви. Потому что написано, кто не печется от своих домашних, кто хуже неверного. Потому что я должен любить свою жену, как свою собственную плоть. Потому что я должен любить своих детей, которые часть меня. Потому что я должен почитать и любить своих родителей, которые дали мне жизнь. И вдруг я читаю то, что здесь написано. Я понимаю, что это имеет отношение к строительству башни. Я понимаю, что это есть отношение к тем издержкам. Я понимаю, что есть это отношение к несению креста. Я понимаю, что все эти здесь сравнения, которые сказал Христос, они не случайны. Они имеют смысл и значение. И я начинаю по-другому видеть это место священного писания. Я теперь понимаю, почему апостол Павел напишет в послании к Коринфянам 2 и 3 главы. Он скажет, духовный судит обо всем. О нем судить никто не может, потому что душевный не понимает, что от Духа Божьего. Я начинаю больше понимать, и написано, мы имеем ум Христов. И если Христос сказал эти слова, то наш ум, мы строим эту башню, мы посчитали все издержки, мы несем свой крест, и мы строим ее так, как Он показал нам. И здесь я начинаю понимать, что-то в этом есть. Да, мне не нравится. Это, я бы сказал, вызов, который Христос здесь бросает, как бы псевдолюбви. Я сейчас кое-что скажу. Человек состоит из Духа. Это значит, что человек состоит из Духа, который дал нам Господь, дунул дыхание в нас и стал человек душой живущий. И из души, и из плоти. Чуть позже мы коснемся этого. Я проповедовал на тему Дух, Душа и Плоть несколько времени, несколько богослужений, но я оставил кое-что про запас. Вот сегодня я немножко открою эту тему, что оставлено было тогда и недоговорено. Давайте прочитаем для начала. И здесь сказано, если кто приходит ко мне, я никогда не любил читать этот стих, если кто приходит ко мне, потому что я хочу, мой Бог есть Бог любви. Я хочу любить свою жену, я хочу любить своих детей, я хочу любить своих родителей, своих братьев, сестер, очень хочу. Но вдруг он говорит, если кто приходит ко мне, и не возненавидит. Знаете, так немножко ранит, да? Так показательный как-то. Подожди, Господи, секундочку. А нельзя было другое слово? Иисус сказал, я посчитал все издержки. Павел, который строил на этом принципе, на этом основании, скажет, я посчитал все издержки. Поэтому здесь Христос говорит точное слово. Его нельзя понять душевному человеку. Вот это слово нельзя понять плотскому человеку. Оно понимается только на уровне духа. Потому что мы с вами духовные, правда, да? Поэтому мы понимаем эти места священного писания в духе. Он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но плотскими. Я бы многое вам мог сказать, но вы не понимаете. Вы слушаете меня как плотские. Вот здесь он говорит в дух наш. Давайте прочитаем. Давайте посчитаем издержки от этого места священного писания. Подожди, Господи. Ну как я могу ненавидеть свою жену? Как я могу ненавидеть своих детей? Это плоть от плоти моей. Ты говоришь, если кто не возненавидит, если кто не берет креста. Послушайте. Вы знаете, есть одно место священного писания, мне очень нравится, где сокровище ваше. Там и сердце ваше. Знаете, куда бьет обычный дьявол? Там, где твое сердце. Там, где твое сокровище. Это место писания очень сильное на самом деле. Оно в какой-то момент изменило мое представление об истине. Представление о Божьей любви. Представление о том, что я строю в своей жизни. И смогу ли я достроить. Смогу ли я свою башню достроить, чтобы на дно никто не смеялся. Посчитал ли я издержки этого строительства. И я начинаю понимать, да, Господь. Теперь я понимаю, что мое сердце там, где мое сокровище. И я понимаю, что дьявол бьет туда больнее всего. Иисус говорит, меня били в доме любящих меня. Если бы его били в Синдрионе, он бы так не написал. Меня били в доме любящих меня. Потому что, послушайте, дьявол бьет туда, где самое болезненное. Послушайте, если я прилеплен к чему-то больше. Услышьте меня сейчас. К чему-то больше, чем к Иисусу Христу. Если я не люблю мою жену, моих детей, моих братьев, моих родителей через Христа. Послушайте, дьявол лишается права и власти делать мне зло. Потому что, потому что я принимаю в духовном мире, что я люблю Иисуса Христа. Я прилепился к Нему больше, чем ко всему остальному. И поэтому дьявол не может сделать зла моей жене, как предмету того, что я люблю больше всего на свете. Я говорю, дьявол, я больше всего на свете люблю Иисуса. Он говорит, а как насчет жены? Люблю, но его больше. Как насчет детей? Люблю, но его больше. Как насчет родителей? Люблю, но его больше. И дьявол говорит, что ты мне предлагаешь? Я предлагаю тебе. Ты же пытаешься всегда нанести удар там, где я люблю чего больше. Если я отдам тебе на съедение мою жену, и ты будешь через нее меня вводить из равновесия. Если я отдам тебе на съедение моих детей, скажу, я люблю моих детей больше, чем Иисуса. Я люблю мою жену больше, чем Иисуса. Да, я люблю мою жену, я люблю моих детей. Я почитал своих родителей. Послушайте, ну я люблю его больше. Я защищаю мою семью, я защищаю моих братьев, сестер. Я защищаю все, что в моей жизни, мои финансы, которых я люблю меньше, чем Иисуса. Мое имущество, которое я люблю меньше, чем Иисуса. Я люблю все в этом мире меньше, чем Иисуса. Поэтому все это защищено. Ради меня. Говорит, кто не возненавидит? Сильное слово. Но он бьет прямо в десятку. И дьявол говорит, а что ж ты любишь больше всего? Иисуса. О, я уже с ним сражался. Он меня победил на кресте. О, смерть держала твое. А где победа твоя? Я больше не буду с ним сражаться. Я уже сражался. То есть, вот все остальное ты ради него готов потерять? Да. Он не понимает законов духовных дьявол. Кто понимает, что он не понимает духовных законов дьявол, которые дал нам Бог? Потому что он тайно говорит духам, что духовный закон он нам дает духам. Почему важно быть крещенным духом святым? Почему важно пережить личную пятидесятницу? Почему очень важно быть духовным человеком, молиться молениями? Вот почему важно входить во святое святых? Почему важно? Потому что там сокрыто от дьявола. Послушайте, он там бессилен, потому что он не может сразиться с Иисусом. Потому что он уже проиграл это сражение на кресте. Вот почему я говорю, дьявол самый дорогой в моей жизни. Самое, что я люблю, это Иисус. И дьявол говорит, слушайте, драгоценные, я хочу, чтобы наша соль не потеряла свои силы, чтобы нас не выбросили на попрание. Я знаю, я верю тому, который сказал, что я начал и я закончу. Который сказал, я начал свое благое дело в тебе, и я совершу его в тебе. Я верю в того, и я говорю, Господи, благодарю Тебя, что я люблю Тебя больше в самой моей жизни. Потому что там написано не только о родителе, но возненавидит саму жизнь. И я говорю, дьявол, ты ничего не можешь сделать мне, потому что я защищен, моя жена защищена, мои дети защищены, все мое окружение защищено, все, чем я обладаю, защищено. Послушайте, друзья мои, на самом деле, давайте вот о чем подумаем. Вы знаете, у нас есть одна проблема, она всегда есть, была. Мы многое начинаем, но не заканчиваем. У нас всегда есть страх, страх начать. Мы боимся, не хватит сил завершить. Мы дошли до середины, мы не закончили. А Бог говорит, я начальник и совершитель этой веры, своей, христианской. Я все довожу до конца. Я альфа и омега. И там, где я начинаю, там я заканчиваю. Слушайте, Он показал своей жизнью Христос. Бог показал жизнью своего Сына, что Он начатое дело завершил и победил ад и смерть. Слушайте, почему нас так дьявол ненавидит? Почему очень важно вывести его, вот чтобы удар был не на семью, а чтобы он... Я люблю... Господь, дьявол, ты знаешь, что я люблю моего Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Я люблю больше, чем все, что есть в моей жизни. Хочешь, сражайся с Ним. Он утешитель, он помощник, он ходатай. Послушайте, кто хочет защитить свою семью, поднимите руку, возлюби Господа больше. Кто хочет защитить свои финансы, возлюби Его больше, чем финансы. Кто хочет вообще что-то защитить, возлюби Его больше. И дьявол не сможет преодолеть преграду, чтобы коснуться Тебя, потому что эта преграда называется Христос. Слава Господу! Господи, ну почему Ты нас так любишь-то? Ну почему Ты нас так любишь? Господи, почему? Кого волнует этот вопрос? Меня волнует. Но Он сотворил ангелов, например, которые служебные духи, херувимы, серафимы, шестикрылые. Там есть ангелы, которые с крыльями, как у аиста. Помните, так написано в Священописании, да? У них есть разные лица, лица животных, и лица много чего. Они совершенно не похожи на нас, потому что мы с вами сотворены по другому принципу. Мы не служебные духи. Услышьте меня, пожалуйста. Мы не служебные духи, но когда Бог творил человека в Едемском саду, Он его творил не с ликами животных, не с какими-то иными ликами. Он не списал образ творя человека с ангелов, которых Он сотворил до этого. Он не списывал образ человеческий с ангелов, вообще ни с кого. Он списал образ. Мы сотворены по образу и подобию. В еврейском языке слово «сотворить по образу», образу Божьему, имеет один перевод. Образ переводится как, в том месте Писания, «отражение Бога». Послушайте, когда дьявол смотрит на тебя, когда смотрит он на ангелов, он все нормально себя чувствует, когда он смотрит на все, что угодно на этой земле, он спокойный, ну почти спокойный, конечно, он лжец, убийца, противник, но послушайте, но когда он смотрит на тебя, он говорит, это где-то я уже видел. Когда я руководил как Серафима Синяющий, когда я руководил всем поклонением Господу, я видел этот образ, я видел этот образ. Он не сотворил меня с этим образом, он человека сотворил с этим образом. Я уже это видел. Вот почему. Я ненавижу человека. В каждый раз, когда дьявол смотрит на тебя, смотрит на твое лицо, смотрит на тебя, на твои руки и ноги, смотрит на тебя, Он, как отражение, видит лицо Божие. Услышьте меня, пожалуйста. Он это видит. Вот почему он ненавидит. Вот почему он делает все, чтобы разрушить дело Божие. Ему ничего не нужно, не богатство этого мира. Послушайте, многие люди продали дьяволу души, и он их возненавидел за это, дьявол, потому что они купились на его ложь. Вы знаете, почему Богу дорога каждая душа? Каждая душа, потому что в каждом из нас частица Божьего Духа, потому что мы отражение Его образа и подобия. Вот почему дьявол ненавидит нас. Один ученый, христианин, ученый с мировым именем, не так давно решил узнать, сколько стоит человек. Это интересно, да? Дьявол, человек к нам приступился. Ты не знаешь, сколько мы стоим? Бог! Иисус, почему ты нас так любишь? Неужели мы в твоих глазах драгоценность? Да, да, драгоценность, то, что мы носим, образ. И так он взял, это ученый, и изучил среднего человека, ну, именно в размерах, в росте и так далее, среднего. И нашел, что человек состоит, многие элементы, таблица Менделеева, периодической, есть в человеке. Потому что написано, из праха взят, и в прах возвратишься. Ему даже не надо было человека изучать, можно было землю. Но, вы знаете, у нас есть, примерно, в зависимости от наших полноевангельских или менее евангельских габаритов, у нас есть примерно от 70 до 80 процентов воды. И, кто об этом знает? Вот почему мы должны пить, и пить, и пить, и пить. Воду имеется в виду. Послушайте, друзья мои, и мы состоим примерно из 16 элементов. Он нашел основных 16 элементов в теле человека, которые есть в таблице Менделеева. Ну, например, у нас есть медь. Кто знает, что у нас есть медь? Если собрать всю нашу медь, это будет примерно пятак советского, вот медный такой пятак советского периода, вот примерно такой вот сток у нас медь. У нас есть железо, кто знает, что у нас есть железо? Это примерно наберется в зависимости от габаритов человека либо на маленький гвоздь, либо на большой гвоздь железный. Вот примерно сток у нас железа. Но все это, естественно, распределено по нашему телу и так далее. И он посчитал, если все эти вот элементы продать, сколько весят они в человеке, то это примерно, это ученый был американец, он посчитал, что это будет стоить, их можно продать за 14 долларов. Примерно в пересчете на наши деньги, это около 1000 рублей. Я тут утром спросил, как вы думаете, сколько мы стоим? Кто-то говорит, 50, 100 тысяч. Я говорю, ну, братья, вот всего 1000, около 1000. Вот если все, я сейчас не говорю на органы, на доноры, нет, я сейчас об этом не говорю. Я говорю, если продать нас по элементам, Господи, вот ты любишь эти вот 14 долларов эти, вот эту 1000 рублей, почему она так тебе дорога? Почему ты так борешься за нее? Почему, когда кается один грешник, все небо радуется? Почему? Вот за эти 14 долларов? Да нет, Бог говорит, успокойся. Я люблю человека, потому что он моя частица, частица моего духа. Когда я смотрю на его лицо, я вспоминаю, как я творил его. Мы единственное творение в мире. У нас у всех лица разные, слава Богу. Но когда он смотрит на нас, он вспоминает, как он меня творил, как он лепил мой нос, мои уши. У нас у всех они разные, да? Как он делал наши глаза. Он творил себя. Слушайте, он творил в нас свое отображение. Поэтому дьявол, когда нас видит, он нас ненавидит. Я хочу, чтобы мы почитали все издержки. Я хочу, чтобы мы посчитали все издержки. Я хочу, чтобы мы построили эту башню, этого хочет Бог. Если ты начал строить, дойди до конца. Послушайте, вся история человечества, она усеяна этими незаконченными проектами. Это погубленными дарами, талантами. Вся история человечества. Потому что дьявол хочет бить туда, что он ненавидит. И поэтому Бог использует то же слово, если ты не возненавидишь, ты не сможешь защитить их. Послушайте, потому что если я люблю что-то больше, чем Христа, дьявол будет бить туда и разрушит мою веру, и разрушит мою башню, которую я строю. Послушайте, и я буду неудачником. И все будут смеяться. И говорить, он начал строить и не завершил. Он начал и не завершил. Я так благодарен Богу. Конечно, наш тысячерублевый человек одевает на себя очень дорогие кожаные ботинки, которые стоят дороже, чем тысячи. Дорогие костюмы, платья, ездят в дорогих машинах. Вы знаете, все это очень дорогое, а он такой, всего тысячу рублей. Бог, ты чего так его любишь? Вы знаете, вот основная тысяча, основная тысяча, она пойдет потом на кладбище, кто знает. Вот это, который ходит. Да, мы живем в хороших домах, квартирах, ну у кого что, да? Хороший машинах. У кого что? У кого-то Запорожье, у кого-то там, не знаю, Каен, Порше и так далее. Слушайте, у кого что? Вот это вот тысячное тело, мы впихиваем в такие дорогие вещи. Он говорит, кто ради меня не оставит всего. Утрощит меня, всего не оставит. Не может быть моим учеником. Не может следовать за мной. То есть не дойдет, башню не достроит. Боже мой, как ты любишь, как ты любишь вот это, то, что ты назвал человеком. Потому что, знаете, почему дьявол хочет, чтобы мы погибли? Знаете, почему он нас соблазняет? Почему он нас искушает? Почему он вторгается нагло в нашу жизнь? Почему он хочет коснуться твоих детей, твоей жены, твоего мужа, твоих близких, твоих родителей, твоего имущества, чем, что ты, что вот этот человек, который тысячу всего, да? По сути, чтобы он сказал, я держусь за это, дьявол говорит, хорошо, я буду ранен, больше, больше рушать, как история Иова. Не звать историю Иова, пожалуйста, не звать историю Иова. Бог сказал, коснись всего, что у него есть, кроме его души. Потому что я хочу проверить, прославит ли он тебя? Да, прославит дьявол он меня. Потому что он любит меня больше, всей своей жизни. Послушайте, когда я люблю Бога, Иисуса Христа, больше, всей своей жизни, дьявол ничего не может сделать мне злого. Ничего. Послушайте, ничего. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Это очень важно. А кто идет к Господу? Мой дух бессмертный. Душа – это эмоции, это разум, это переживания мои, это интеллект мой, это душа. Душа соединяется с духом, она идет к Богу. Души убиенных при жертвенниках выпьют. Послушайте, но тело пойдет, из праха взят, и в прах возвратишься. Мы же душу так не одеваем, мы же дух так не одеваем. Но послушайте, если я не смогу построить эту башню в своей жизни, по слову моего Господа, если я не войду в эту башню, и не буду с ним каждодневно пребывать, в молитве и молениях, если я не буду в этой башне слышать, что он говорит, по просьбе моей, написано, по нужде моей, послушайте, я буду разочарован, я не посчитаю всех издержек, если они будут слышать его голоса, если что-то в этой жизни будет дороже, больше, ценнее, чем он сам. Духовные, душевные вещи. Я хочу, чтобы вы понимали плотские вещи и духовные вещи. Я так радуюсь, что это место Священного Писания здесь написано, потому что я знаю один закон, либо я вечность проведу, кто знает, что дух бессмертен, тело не бессмертно, дух бессмертен, либо мой дух бессмертный проведет вечность в небесном Иерусалиме, либо. Знаете, я тут недавно посмотрел огромное количество картин Боска. Боска, он такой, знаете, с юрвенью, такой, знаете, такая фантамагория. И вы знаете, вот я смотрел на эти картины, которые ему просил, заказал тогдашний король Испании, который был очень глубоко верующим католиком, которому снились вот эти сны, он ему рассказывал, вот эти фантамагорические вещи ему писал и делал эти картины, их тысячи картин. Если посмотришь туда, думаешь, Боже мой, неужели это реальный мир духовный, который я не вижу? Может быть, он в каком-то воспаленном уме, босс, писал эти картины? Послушайте, но я понимаю, что когда он приоткрывает нам духовный мир, и там человек просто постоянно страдающий, знаете почему? Потому что если я не несу креста, если не построю эту башню, не завершу течение своей жизни, не сохраню своей веры, не получу венца, то мой бессмертный дух пойдет в ад. А Бог этого не хочет, потому что это не только твой бессмертный дух, это частица его, потому что в аду будет отражение лица Божьего, его образа и подобия. Вот почему Бог спасает взятых на смерть, вот почему Бог не схочет смерти грешника. Знаете, на что похож наш дух? Вот как вы думаете, на что похож мой дух? На что похож дух моей жены? Каждого здесь сидящего, драгоценные братья и сестры? Как вы думаете? Знаете, когда Иисус Христос был на горе преображения, кто помнит, Он был на горе преображения, и там Иисус Христос прославился, преобразился, почему называется преображение Господне, Он преобразился, Он стал сияющим, и там явилось двое, Моисей, Илья. Как вы думаете, почему апостолы узнали их? Потому что их дух является зеркальным отображением их плоти. Когда ты встречаешь меня в небесном Иерусалиме, ты меня сразу узнаешь, потому что я буду похож на Сергея Риховского. ты узнаешь Женю Карпову, Лену Каплину, ты всех узнаешь. Ты узнаешь мою супругу, ты узнаешь всех, ты узнаешь своих детей, тебя не надо с ними знакомить, ты их просто узнаешь, что они внешне будут, наш дух, наша вот эта вот внешность, это не только от папы с мамой. Он ткал нас, у 38-м Псалом, Он соткал нас, послушайте, Он что-то вложил в нас, не только папу, маму, хотя папа-мама создан тоже по образу подобию Божьему, кто помнит Адама и Еву, собственно, он так и створил, но я, мой дух является зеркальным моим отображением, поэтому мы там все другую знаем, почему Саул мгновенно узнал Самуила, когда он вышел из-под земли, кто помнит, не нравится мне та история, но она была, она, конечно, приговорила Саула навсегда к вечной погибели, но эта история была, он сразу узнал, колдунья сразу узнала, она говорит, ты Саул, потому что вышел Самуил, откуда она его знала, она его много раз видела в жизни, мы Христа ни разу не видели, но мы его мгновенно узнаем, потому что в нас его частица, потому что мы все водимые Духом Святым, мы имеем чувствование в Иисусе Христе, его Слово всегда возвращается исполненным, давайте, последнее, что я хочу сказать в этой проповеди, в этой части проповеди, его Слово не вернется к нему тщетным, Писание говорит, но оно исполнит то, для чего он его послал, Исайя 55,11, так и Слово мое, говорит Господь, который исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, ради чего я послал его, так говорит Господь, его Слово подобно мечу обоюдоострому, которое проникает до разделения составов, костей, мозгов, оно судит помышления человеческие, послушайте, его Слово возвращается исполненным, я хочу, чтобы это Слово, если кто начал строить башню, он должен все посчитать, теперь посчитай свои приоритеты в жизни, посчитай свои ценности, посчитай свое сокровище, это не означает, что я должен пересмотреть что-то ради Христа, как мне кажется неправильно, пересмотри, как правильно, Иисус говорит, если ты возлюбишь кого-то больше, чем меня, ты не достоин меня, и когда я говорю, дьявол, ты мне не несешь ущерб, не сможешь сделать, да, мне будет больно, да, мне будет трудно, когда будешь касаться что-то близкое для меня, что-то дорогое, но я со Христом, и послушай, все, что ты, дьявол, у меня отнял, он все мне восполнит, он все мне восполнит, я это знаю, поэтому я не боюсь, и я не отдам тебе на растязание свой круг жизни, но сражайся с моим Иисусом, я под его защитой. На этом мы заканчиваем первую часть этой проповеди, в следующем воскресенье мы продолжим. Это будет очень увлекательное путешествие вместе с апостолом Павлом, почему он сказал это, почему он написал это, почему он так жил, и я очень хочу, чтобы мы подражали вере тех, которые веру сохранили, течение совершили, и получили венец вечной жизни. Аминь. Давайте встанем перед нашим Господом.